Его любимая женщина и рядом его полная копия. Актриса Ирина Линд и сын Валерия Золотухина Иван. Уже далеко не первый раз на Алтае. В прошлом году планы нарушила пандемия. Обычно мама и сын стараются приезжать каждый год на фестиваль на родину Золотухина. В село Быстрый Исток. Приезжая сюда, ты всегда чувствуешь себя как бы немножко дома. Почему? Ну, наверное, потому что, во-первых, мне климат местный всегда напоминал климат моего детства. Я родилась в Алмате, у нас такой же резкоконтинентальный климат. Те же запахи, тот же вкус у продуктов. Ну и, конечно, когда много лет из года в год сюда приезжаешь, то это уже становится традицией и чем-то таким нормальным и естественным, что у тебя ощущение, что ты дома. Для меня Алтай – это родина моего отца, в первую очередь. И, конечно же, место, в которое почему-то очень приятно возвращаться всегда. В этом году Валерию Золотухину могло бы исполниться 80 лет. Артист ушел из жизни весной 2013 года после тяжелой болезни. К его 80-летию в Гмилике открыли выставку с фотографиями, письмами Золотухина. Кстати, 16-летний Ваня Золотухин уже решил, что пойдет по стопам отца и уже делает первые шаги в профессии. Мне очень понравилось. Это, я думаю, непередаваемое ощущение, когда стоишь на такой большой сцене перед зрителями. Мне очень понравилось. Вечер памяти, который в эти минуты проходит в Молодежном театре Алтая имени Валерия Золотухина, включил в себя премьерный спектакль «Пой Вовка». В сценарии собраны отрывки из повести артиста, его дневниковые записи и письма. Кстати, Ирина Линд и Иван Золотухин решили задержаться на Алтае еще на несколько дней, чтобы посмотреть на места, однажды подарившие нам великого артиста. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.